На прием приходят семьями в полном составе. Очередь ожидают с маленькими детьми. Оставить малышей просто не с кем. Беженцы из Украины в поисках мирной жизни и надежды на будущее. До 100 обращений в день обрабатывают специалисты администрации. И за каждым обращением история целой семьи из нескольких поколений. Эта женщина приехала одна, покинула зону боевых действий, чтобы не рисковать беременностью. Срок 6 месяцев. Временно поселилась у брата. Родственники остались на родине. Подскажите, пожалуйста, какие ваши планы в дальнейшем? Ну, вообще, я приехала присидеть, там не было, чтобы поправиться. А потом ходила рожать, ехать, поправила. А плачем чего? Там что-то в семью не отвечают. Нет, нет. Я не была сейчас к ней. Успокаивают, как могут. Главное, дают надежду. Жизнь продолжается. А значит, все устроится. Устраивают и организовывают беженцам гуманитарную помощь. Помогают анапчане, гости курорта. Большую помощь оказывают предприниматели. Любой желающий может оказать помощь. Что на сегодняшний день самое необходимое? Это продукты питания. Средства перволичной гигиены. Это мыло, порошок, зубная паста, щетки. Средства гигиены женские. Детское питание. Памперсы очень востребованы. Это двоечка, троечка и четверка. Востребованы из продуктов питания. Это идет тушенка, сгущенное молоко, масло подсолнечное, любые крупы. Пожалуйста, у кого есть возможность, приходите, оказывайте гуманитарную помощь. На сегодняшний день гуманитарной помощи мы оказали 1110 сухими пайками, 1110 человек. Предприниматели города-курорта оказали помощи на сумму более 350 тысяч. А в пункт приема гуманитарной помощи, которая находится во второй школе, посетили более 4 тысяч человек. Беженцев в первую очередь отправляют в регионы страны, где есть острая необходимость в рабочих кадрах. Там сразу предоставляют работу и временное жилье. В Анапе на первом этапе оказания помощи оплачивают проезд и питание. И если дорога в новую жизнь предстоит дальняя, обеспечивают сухим пайком. Помимо пункта приема гуманитарной помощи, администрация также готовит сухие пайки для людям, которых расселяют на территории Российской Федерации, 49 регионов. Для них тоже необходимы продукты питания, тушенка, консервы, сухие хлебцы, печенье, конфеты, детские смеси. Необходимые детские смеси для питания грудных детей. Обращаем ваше внимание, пункт сбора гуманитарной помощи беженцам открыт по новому адресу. С 19 августа гуманитарную помощь принимают во дворе библиотеки имени Пушкина на улице Крымской 125 с 9 до 18 часов без перерывов и выходных дней.